В Омске эпидемия гриппа ОРВИ идет на спад. Впрочем, показатель заболеваемости в регионе по-прежнему превышает эпидемический порог на 23%. Напомню, на прошлой неделе эта цифра составляла 34%. Между тем, в Новосибирске ученые придумали надежные маски против любых вирусов. Останавливать их разработчики предлагают с помощью серебра. Как драгоценный металл поможет победить грипп и не слишком ли дорого это будет, расскажет Кирилл Полиенко. В Институте химии твердого тела научились конденсировать драгоценные металлы, оставшиеся в жидкостях промышленных отходов. С помощью вот такого небольшого устройства можно сохранить килограммы золота и серебра. Одной из главных ролей в нем играет обычный синтепон, такой же, как в зимних куртках. Затем сворачиваем ее в рулон. Чтобы синтетический рулетик превратился в ловушку для дорогих частиц, нужно всего несколько манипуляций. После обезжиривания и сенсибилизации образец помещают в ванну металлизации. Через 15 минут синтепон покрывается тонким слоем серебра. Такую же технологию решили использовать и в здравоохранении. Посеребренный фильтр, разумеется, гораздо более тонкий, помещают в медицинские марлевые маски. Результаты первых лабораторных исследований поразили. Серебро, давний друг средневековых лекарей, оттолкнуло большую часть вирусов. Тех вирусов, которые проходят сквозь фильтр, поры у фильтра достаточно большие. И там вполне возможно проникновение. Эти вирусы были просто неактивны. Стол заведующего лаборатории завален образцами ткани. Но в нем нет ни одного предложения о развитии проекта. На идею пока не откликнулись ни инвесторы, ни чиновники от здравоохранения, ни даже эксперты медицинского технопарка. Честно говоря, я не знаю, меня больше убивает вот это, что казалось бы, люди, которые прямо этим должны заниматься, инновацией в медицине. Либо привести довод, почему это мне не годится. Это вполне нас бы устроило, если бы нам сказали нет, нет, нет. Потому-то, потому-то, неинтересно. Никакого ответа. Между тем, возможности драгоценного материала потенциально очень велики. А собственно серебра для его изготовления требуется очень мало. Ткани с частицами серебра можно использовать даже в домашних и офисных системах кондиционирования. Достаточно поставить один дополнительный фильтр, и исходящий воздух будет практически стерильным. Но пока выгоду и пользу от новинки извлекают только в промышленности. Там, где из сточных вод можно добывать драгоценные металлы. Хотя выражение «здоровье дороже денег» известно так же давно, как и полезные свойства серебра. Кирилл Полиенко, Дмитрий Кабанов. Новости здесь, Новосибирск.